МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пороге конца времен. Катастрофа неминуема. Когда даже святые пали духом. Землю надо спасать. Программа тайны мира отправляется в самое сердце Гималайских гор. Один неверный шаг, и можно сорваться вниз. Сенсационная версия исследователей. Много веков назад на Земле была создана резервация для избранных. Я открою вам тайну, где находится Шамбала. Где спасутся самые достойные, когда все человечество погибнет? Вам уже не хочется ни назад, ни вперед, никуда. Вам хочется просто сесть и умереть. Это и есть легендарная Шамбала. Существует несколько входов в загадочную страну. И только один путь приведет нас к разгадке этих тайн. Перевал! Перевал! Перевал Багала взятный! Смотрите специальный выпуск тайны мира Санны Чапман из Гималаев. Тайны мира. Обитель бессмертных. Гималайские горы неохотно открывают свои тайны. Экспедиция программы тайны мира во главе с Санной Чапман сейчас на высоте 4000 метров над уровнем моря. Позади тяжелейший переход, во время которого мы едва не потеряли часть группы. Невольно вмешались в древнейший магический ритуал, которому землян научили пришельцы. Дошли до захоронения инопланетного существа и обнаружили хронику величайшей катастрофы внеземного корабля. Вот она, на стенах саркофага. Открыть эту ступу могут только боги. Если хотите разгадать тайну ступы Рибодумпа, вы должны отправиться в священную страну Шамбалу. Мы вплотную подошли к разгадке тайны, которую монахи монастыря Рибодумпа охраняли несколько тысяч лет. Мы отправляемся в самое сердце Гималаев на поиски обители бессмертных – Шамбалу. По легенде, в загадочной стране находится кристальный источник всех знаний на земле и портал в параллельные миры. Прямого пути в страну бессмертных отсюда нет. Хотя монахи в один голос говорят – Шамбала где-то рядом. Только хранитель старинных рукописей Ламан Гаван Грандрол говорит прямо. Затерянный мир лежит за перевалом Багала в долине Рингмо на берегах священного озера Паксунда. Тысячи людей шли по этой тропе. Некоторые возвращались ни с чем, остальные не возвращались никогда. В доказательство своих слов ламы монастыря Рибодумпо показали нам книгу для посвященных. Этот текст написан много тысяч лет назад и вполне возможно не человеком. Это древний манускрипт из монастыря Датараб. Книга Панчен Ламы Бардо Тьедол «Красный путь в Шамбалу» описывает самые разные путешествия вплоть до подробной карты загробного мира. Где-то в ней, считают специалисты, есть и описание пути в Шамбалу. Вот только священные страницы охраняют чудовищное заклятие. Обычный человек, едва открыв книгу, уже рискует жизнью. По преданию, древний манускрипт, датированный 8 веком до н.э., принадлежал первому царю Шамбалы. Есть версия, что правитель бессмертных останавливался в монастыре Рибодумпо. Некоторые символы на инопланетном саркофаге написаны рукой загадочного монарха. Был он человеком или внеземным существом? Об этом даже среди монахов нет единого мнения. Посланник небес принял человеческий облик и перевел книгу с небесного языка на язык древних лам. В научном мире до сих пор продолжаются споры. Какое именно событие в человеческой истории легло в основу многочисленных легенд о Шамбале? В 1962 году в Гималаях была сделана сенсационная находка. В одной из скальных пещер на хребте Баян-Караула археологи обнаружили захоронение странных существ с непропорционально большими головами и тонкими конечностями. Там же были найдены 716 каменных дисков, покрытых надписями и знаками. Профессор Пекинского университета Цумумной, изучавший эти диски, доказал, что они содержат большой процент кобальта и обладают высоким ритмом вибрации. Заявление Цумумнуя шокировало научный мир. Ему удалось расшифровать текст на пластинах, оставленных обитателями пещер. И он голосил, что 18 тысяч лет назад неизвестная космическая экспедиция совершила аварийную посадку на нашей планете. Их корабли уже не смогли вернуться на родину. Они взаимодействовали с нашей человеческой цивилизацией, которая находилась на заре своего существования, которая только первые свои шаги делала. И, возможно, они оказывали влияние на ее развитие, на ее формирование и каким-то технологиям обучали Земля. Легенды гласят, что именно пришельцы из космоса создали на Земле новую расу. Расу атлантов. Высокоразвитых гигантов, обладающих сверхспособностями. У них был высочайший уровень интеллекта. Они овладели телепортацией, телепатией, телекинезом. То есть все, что нам не по силам. Легенда гласит, когда Атлантида уходила под воду, боги сжалились над атлантами. В глубине Земли, в местности, со всех сторон окруженной горами, они создали райскую страну, где нет болезней, смерти и печали. В эту страну они перенесли избранных. Исследователи уверены, легенда описывает реальные события. Во время крупной катастрофы, погубившей атлантов, представители высокоразвитой цивилизации могли создать на Земле резервацию и поместить туда представителей, погибавшей на Земле расы, чтобы сохранить их генофонд. Это убежище. И получило потом в летописях название Шамбалы. Шамбала – это место, в котором собираются самые-самые продвинутые люди. Это на протяжении всего существования нашей планеты. В Шамбале находятся 60 тысяч сущностей. И периодически они оттуда выходят, от Верховного Иерарха. Монахи Боднатх, предрекающие конец света, уверены. Таинственные жители Шамбалы готовы принять новых обитателей. Они ищут избранных по всей планете и наблюдают за развитием очередного апокалипсиса. Монахи монастыря Риба-Думпа указывают нам на изображения Шамбалы, которыми украшены стены монастыря. Они говорят, что в рисунках скрыты дорожные карты для посвященных. Монахи уверены, эти рисунки были нанесены рукой одного из правителей Шамбалы. На них запечатлен момент его общения с богами и изображение самой Шамбалы священное мандало. Наши переводчики и проводники после долгих переговоров с ламами смогли прочитать часть карты. Чтобы попасть в Шамбалу, нужно пройти кольцо заснеженных гор. Единственный путь туда через перевал Багала. У местного населения он считается непроходимым. Высота больше 5000 метров над уровнем моря. Сильнейшие ветра и лавины, которые похоронили ни одну экспедицию. Смотрите далее. В этих местах сложили головы сотни путешественников. Снег необычайно рыхлый, проваливайся. Что происходит с путниками в долине смерти? Он похож на живой труп. И где находится резервация для избранных? Побывать в Шамбале и вернуться из нее невозможно. Экспедиция программы Тайны мира продолжает поиски обители бессмертных легендарной страны Шамбалы. Когда мы начинали свой путь, в группе было 22 человека. Сейчас всего 14. Люди не выдерживают трудностей пути и поворачивают назад. Тропа настолько отвесная, что один неверный шаг и можно сорваться вниз. Эти места не для людей. Здесь, по преданию, в скальных пещерах жили летающие монахи. У них были некие летательные аппараты, которые позволяли им с огромной скоростью преодолевать большие расстояния по воздуху. Смотрите, что я нашел. Как этот осколок кости оказался в пещере, куда даже со специальным снаряжением не так-то просто забраться? И может ли он принадлежать одному из летающих монахов? Свою находку мы отправляем в Москву на анализ ДНК. Из долины до Тарап наша экспедиция движется вдоль русла реки к вершине Нумала, лежащей на пути к перевалу Богала. С четырех тысяч метров над уровнем моря нам предстоит подняться почти на километр в горы. В этих местах часто возникают лавины и снегопады. Земля под ногами почти вертикально уходит в небо. Температура стремительно падает. Температура сегодняшней ночью может достигнуть нуля. Вся надежда на хворост, который в темноте мальчики пошли с фонарями искать, из чего мы разведем костер. Во время ночевки нас засыпал сильнейший снегопад. А утром участники экспедиции поняли, что кто-то все время шел за ними след в след. Это редчайший случай. Ночью на стоянке хозяйничал снежный барс. По легенде эти животные охраняют пути в Шамбалу. Это следы снежного леопарда, который приходил к нашему лагерю сегодня ночью. Специалисты говорят, это плохой знак. В запретных горах случайных встреч не бывает. Эти охотники, глаза и уши жителей Шамбалы в Гималайских горах, просто так они не являются человеку, только если он вступил на запретную территорию. Жители Непала верят, что барсы используют тайные тропы, ведущие в Шамбалу. И только этим животным разрешено беспрепятственно проходить в наш мир из города богов и обратно. Непальцы утверждали, что стражи Шамбалы только предупредили нас. Мы зашли слишком далеко, и сейчас самое время возвращаться, ведь на перевале Багала нас ждут ловушки, которые много тысяч лет назад установили пришельцы из космоса. Сочли, что все-таки для всей группы, которая была все-таки не готова к снежным переходам, поскольку отсутствовали ледорубы, кошки, что мы дальше идти не сможем, поскольку это уже реально опасно для жизни. За год до нас на перевале погибла группа из восьми человек. Их тела так и не нашли. У нашей экспедиции шансов на выживание ровно в два раза меньше. Нагрузки высокогорного перехода при температуре минус 30 градусов и критическом дефиците кислорода в атмосфере выдержат не каждый. И поэтому на штурм перевала Багала женщины не пойдут. Ну, мы тут все посовещались коллегиально, уже вернулись к людям. Если не пройдут, то единицы наиболее подготовленные люди, молодые люди, которые в нормальной физической форме. Мы находимся вот на этом изгибе нашего пути, буквально в 20 минутах от базового лагеря. Багала в переводе с непальского означает бесконечность. Про этот перевал ходят легенды. Жители Гималаев верят, что он выпивает жизненные силы и души путников. Снег необычайно рыхлый, проваливающийся, дополнительные силы расходовавшиеся. Мы идем. Мы идем вверх. С высоты перевала Багала хорошо видны пики Тибетского Нагорья. Один из них гора Кайлас. Священная вершина, которая, как считают многие исследователи, является сердцем мифической Шамбалы. Гора Кайлас Тибетская Нагорье. Священное место для пяти религий. До вершины горы еще не добирался никто. Если Кайлас обойти 216 раз, то в нирвану попадешь уже в этой жизни. Но это маловероятно, потому что очень сложный переход, он занимает около недели с преодолением двух перевалов, которые около 6500 метров. И часть паломников идут вокруг нее месяцами, особенно так называемые пластуны. Это люди, которые не идут ногами, а ползут на руках и на животе. Дальше всех удалось зайти экспедиции Юрия Захарова. Русские исследователи достигли точки в 6300 метров над уровнем моря. Для этого им пришлось пересечь крайне опасную местность, которую жители Тибета называют долиной смерти. Хочется просто сесть и умереть в прямом смысле. Если вы смотрите на соседа, который перед вами, он похож на живой труп, потому что давление очень здорово меняется, и фактически это синие губы, синее лицо. В этих местах меняется ход времени. В середине прошлого века с этим феноменом столкнулись четверо французских альпинистов. За пару дней в долине смерти они состарились на полвека и погибли от слабости. Путешественник Владимир Анисимов испытал эффект моментального старения на себе, но успел выйти из долины смерти. Я носил тогда длинную черную бороду и перед въездом в Непал я бороду подстриг и вот она у меня выросла примерно сантиметров на 15 за каких-то три дня. Владимир Анисимов уверен, что эффект ускорения времени дают гигантские так называемые каменные зеркала горы Кайлас. Они поглощают звук и свет, получая грандиозную энергию, которая нужна для искривления пространства. Сама гора это сверхтехнологичный форпост сторожевая башня, построенная по инопланетным технологиям. Похоже, что гора не случайно там стоит. похоже, что это дело рук чьих-то рук. Дело рук или иных цивилизаций, или же дело рук тех сущностей, которые населяют Шамбулу. Певица Юлия Чечерина восходила на Кайлас. Она вспоминает. Было ощущение, что с каждым шагом из нее уходит сама жизнь. Как будто сила земного притяжения вдруг выросла во много раз. У тебя может выключиться зрение в любой момент. Ты слушаешь, что не натекла ли у тебя в череп вода, или в легких не булькает ли. Ты хочешь сфотографировать прекрасный пейзаж, пока ты расстегиваешь сумку от фотоаппарата, достаешь фотоаппарат, поднять и нажать кнопку, у тебя уже сил не остается. Певица уверена, гималайские горы мстят тем, кто попытался проникнуть в запретную зону. Юлия рассказывает, после восхождения с ней стали происходить странные вещи. Чичерина вела свой внедорожник по горной дороге. И вдруг... Чичерина говорит, дороги просто не стало. Перед глазами возник какой-то пейзаж из другого мира. Как будто бы машина была настоящая, но она врезалась в небесный корабль, в огромный корабль с парусами. Машину перевернуло, там все такое, но все остались живы. Перед тем, как оказаться в параллельном мире, Юля видела огненный шар или световую вспышку прямо над дорогой. Исследователи Непала называют такое явление тигли. Они не редкость в окрестностях Кайласа. Вы можете наблюдать всевозможные плазмоиды, ну, можно сравнить разве что с шаровой молнией. Тигли, они действительно из ничего в пространстве появляются в виде светящегося красивого такого плазмоида шара. И они буквально летают вот по всей этой долине в огромном количестве. Юрий Захаров считает, что тигли это проводники в закрытую страну Шамбала, а сама гора Кайлас гигантское хранилище генофонда всех населявших планету раз. Известный исследователь паранормальных явлений Эрнст Мулдашев считает, что вершина Кайлас была возведена уцелевшими после всемирного потопа атлантами. Они использовали могущественную силу пяти элементов воздуха, воды, земли, ветра и огня. Вот эту гору Кайлас построили атланты. Строительство шло ориентировочно 850 тысяч лет тому назад. Это было в период существования Атлантиды. Исследователи считают, что именно под Кайласом находится главный храм Шамбалы, резервация избранных. Их окаменевшие тела тысячи лет не подают признаков жизни, но в нужную минуту их активируют. Смотрите далее. Почему этот перевал называют снежным убийцей? Перевал! Перевал! Кто охотится на путешественников в долине Рингмо? Я себя в первый раз ощутил в качестве дикого зверя. Как вода похищает людей? поплыли мужики на катере на деревянном и все. И почему ритуалы непальских колдунов похожи на обряды алтайских шаманов? перевал! Перевал! Перевал богала взят нами! Мы первые из европейцев, кто видит священную долину. Еще немного и откроется путь в Шамбалу. Видимо, вот так погибали многие путешественники по дороге в Рингмо. Горные ловушки ждут именно тех, кто уже поверил в удачу. Вот они, древнейшие из убийц. Эту ловушку ставил опытный охотник на людей. Смотрите, концы веревки разорваны. Что-то большое попало с нее и упало в пропасть. Я себя в первый раз ощутил в качестве дикого зверя. Ловушка стоит прямо на тропе. Протянуть там какие-то специальные нити и все, и пожалуйста. И мы в качестве жертвы раз в обрыв и все, слетаем. Видимо, тех, кто обманул ловушки на тропе, ждал еще один смертельный сюрприз. Мы видим, что лес, земля и пещеры в округе словно обугленны, как после взрыва вакуумной бомбы. Но ведь местные жители до сих пор не знают даже электричества. Люди, которые живут в этом регионе, на этих плато, немногочисленные люди, периодически рассказывают о появлении каких-то странных существ, которые светятся и распыляют некий огонь. Мы с величайшей осторожностью спускаемся в долину. И как выясняется не зря, как объяснили проводники, вход в каждое поселение здесь охраняет колдун. На Махай Чоган один из них. Колдун говорит, что в его роду были летающие монахи Бон. И когда-нибудь в следующем воплощении он обязательно достигнет их стадии просветления. Но пока он лишь ученик. Мои учителя живут в Шамбале, дают мне силу на пути и знания. Древние источники указывают, что существует несколько входов в загадочную страну. Один из них находится в монгольской пустыне Гоби. Еще один вход в Шамбалу скрыт на Алтае, внутри священной горы Белухи. Гора Белуха замыкает цепочку Непал-Тибет-Алтай, от которой идут длинные подземные ходы ко всем точкам планеты. Алтай это есть страна Беловодия, страна Шамбала. Шаманы, которые путешествуют по всей долине, не раз видели на вершине Белухи летающих людей. Жители Алтая считают их владыками Шамбалы. На самом деле просто эти предки, наши древние предки, они умели перемещаться в пространстве, во вселенной, заходить в страну Шамбала, знают, как открывать вот эти врата. В этих местах жители Алтая не раз видели светящихся великанов. Местные зовут их Арваки, а озеро у горы Белухи называется Белым. Есть такие люди, да. Вот выходят они из этих пещер, только ночью бывает это дело, когда всполухи, и все выйдут, и зайдут. А они как будто и люди, и не люди, прозрачные наполовину, а наполовину вот как человек. Вот такое дело. Люди в белых одеждах, на нашем языке это переводится как духи предков. Понимаете, эти люди являются хранителем сердца земли. Им пришло предзнаменование, что землю надо спасать, и что надо начинать его именно с Алтая. Над озером белым часто видны вспышки и слышен грохот. В такие дни даже шаманы не хотят близко приближаться к месту, где по преданиям обитают огненные боги. Вот сидишь вечерком возле костра смотришь то тут то там такие всполохи появляются потом как земля задрожит как ё-моё трясанет и все. Эта вода буквально затягивает лодки и катера с пассажирами. Все исчезают бесследно. Очень много исчезло людей и дело-то в чем, что их не находят. Они куда-то как не знаю прямо деваются куда-то и водолазами искали и не нашли ни одного. Алтайский шаман Акай рассказывает, что в окрестностях Белухи есть множество подземных пещер. По некоторым из них можно пройти в Монголию, Тибет и даже Непал. Ну это уже ни для кого не секрет. что есть пещеры в районе Белухи, но вот мало кто знает, что эти пещеры на сотни километров уходят. Летающие колдуны, исчезающие путешественники, все, что происходит в районе горы Белуха, точь-в-точь повторяет все события, которые долгие годы наблюдаются в Непальской долине Рингмо. Очевидно, есть какая-то связь между этими двумя скрытыми от всего мира точками планеты. Шамбала и Беловоди в городе Натальской области это одно и то же. Суть вещей одних. Интересно, что непальское озеро Паксунда в переводе на русский язык звучит как белоснежное. Сейчас наша экспедиция как раз выходит на берег этого загадочного озера. Сверяемся с картой из книги Красный путь в Шамбалу. Мы прошли через горный перевал и теперь, судя по древней схеме, должны выйти к городам, окружающим Шамбалу. Смотрите далее. Что скрывают в озере Паксунда пришельцы из космоса? У них три глаза и перепонки на руках и ногах. Посторонним вход воспрещен, но избранные путешествуют туда и обратно, как открывают портал в параллельный мир. Их корабли залетают в эту дыру и пропадают. Кто хранит ключи от обители бессмертных? Впервые в истории мы покажем, как выглядит привратник Шамбалы. И результаты нашей экспертизы. Кому принадлежит осколок кости, найденный нами в пещере летающих монахов? Мы имеем с популяцией гигантов. Наша экспедиция продолжает поиски обители бессмертных легендарной страны Шамбалы. Мы преодолели заснеженный перевал на высоте 5300 метров и продвигаемся дальше в самое сердце Гималайских гор. Несколько часов мы прошли, спустились с перевала и наконец-то мы дошли до озера Паксунда. Вот оно впереди видно. Нам остается буквально пару часов спуститься, чтобы приблизиться к этому священному для всех непальцев озера. Тропа с вершины перевала Багала уводит нас вглубь долины Рингмо. Спуск на 2000 метров это несколько часов пути. Если верить карте, мы находимся совсем близко от ворот Шамбалы. На дороге нам все чаще встречаются священные ступы, обозначенные на древнем манускрипте. Это значит, что мы на верном пути. Путник в горах может уберечь себя, если поручиться поддержкой богов. Или задобрить демонов. Он должен соорудить ступу из камней или принести в жертву животное. Тогда для него будут открыты все горные тропы. В одном случае он рискует своей жизнью. Дорожные ступы по своей архитектуре очень напоминают священную гору Кайлас. Четыре угла символизируют четыре входа в страну Шамбалу, расположенные в четырех концах света. На всех ступах один и тот же символ. Два глаза, будто бы наблюдающие за путниками. Исследователи утверждают, что это лики древних атлантов. Эти необычные чем-то завлекающие глаза. Про них говорят местные жители, что это глаза атлантов. В долине Рингмора скинулось небольшое поселение. Мы первые европейцы, которые появляются в этих местах. Люди прячутся за дверьми своих хижин. Лишь двое местных за огромную по местным меркам плату 100 долларов, соглашаются показать нам дорогу к озеру Баксунда. В горах, где до сих пор живут по законам натурального обмена, это целое состояние. Здесь мертвая вода. Тут никогда не водилась рыба. Тех, кто пробовал скупаться здесь, затянулось сильным течением. Потом они умирали страшной болезни. В высокогорных озерах Непала и Тибета есть озера, которые находятся на высотах больше 5000 метров, которые не замерзают, что является некой тайной. Местные жители не раз видели, как из центра озера исходит сильное свечение. Из поколения в поколение здесь передается легенда о таинственных обитателях озера людях огромного роста. Их корабли спускаются с небес прямо в озеро и исчезают в его глубине. Мне мой прадед рассказывал, что видел своими глазами этих великанов. У них три глаза и перепонки на руках и ногах. Они появляются из озера и исчезают в горах. Вон там видите дыру в скале? Вот оно. Это отверстие в скале на высоте шести километров. Наши провожатые называют его Глаз Шамбалы. Непальцы уверены, что он указывает прямой путь на родину богов-гигантов. Их корабли залетают в эту дыру и пропадают. И точно так же неожиданно появляются из нее над долиной. Местные жители из долины Рингмо говорят, что тайну озера Паксундо знает один единственный человек. Древний монастырь Сова-Гомпа стоит обособленно на уступе скалы. Здесь живет человек, которого местные жители называют хранителем древних знаний. это настоятель монастыря Лама Махадева Самбхоте. В долине ходят легенды, что только ему одному дано разговаривать с богами на их языке. И что жители Шамбалы передают Ламе свои пророчества. Этому монастырю 7 тысяч лет. Мой отец был настоятелем этого монастыря. Дед и прадед. Лама Самбхоте потомственный служитель религии Бон, возраст которой составляет больше 18 тысяч лет. По легенде Бон самая древняя религия на земле зародилась в стране Шанг-Шунг или другими словами в Шамбале. Свои первые знания священнослужители Бон получили от древних атлантов. Лама Самбхоте отвел нас в подвалы монастыря Цова Гомпа. Это эксклюзивные кадры. Лама готов показать нам древние реликвии, которые еще не видел ни один белый человек. Именно так, по словам ламы, выглядят древние боги, которые прилетели на землю из других миров почти 18 тысяч лет назад. Они построили Шамбалу и укрыли в ней часть своих учеников из рода атлантов. Адепты Бон из числа людей именно от них и получили знания о других мирах. Карты Шамбалы и маски Чот. В своих богослужениях монахи Бон используют огромные маски с ужасающими ликами своих богов. Некоторые из них в 3-4 раза превышают размер человеческой головы. Маски монастыря Рингмо это святыня. И многие из них тщательно скрывают от глаз европейцев. Ведь боги Бон беспощадны к непросветленным людям. Увидеть маску значит навлечь на себя их гнев. Это уникальное видео, которое удалось снять только нашему специальному корреспонденту. В своей келье лама самхота разговаривает с обитателями Шамбалы. Этим древним текстом 18 тысяч лет. Это не слова, а длинные сочетания звуков, похожих на азбуку Морзе. Морзе Лама говорит, что в те ночи, когда боги Атланты выходят на поверхность долины Рингмо, по всем горам проносится гул. Под землей словно кто-то стучит в огромный гонг. Махадева Самхота уверен, так жители Шамбалы покидают свою обитель отправляясь на поиски избранных. Настоятель храма раскрывает нам тайну озера Паксунда. Лама говорит, что на дне его лежит священный алмаз Чинтамани душа Шамбалы. Этот камень когда-то привезли на землю боги с далеких звезд. По легенде Чинтамани поддерживает связь между обитателями разных планет. Энергия скрытая в этом кристалле и поднимает в воздух корабли атлантов. Камень, по словам Ламы, дает бессмертную жизнь всем жителям подземной страны. Жителей Шамбалы Самхота описывает как пятиметровых великанов с тремя глазами. Жители Шамбалы в давние времена были нашими помощниками и наставниками. Их называли летающими монахами. Они многим чудесам научили людей, пока те не захотели завладеть секретом Чинтамани. И тогда монахи скрылись под землей в Шамбале. Удивительно, но экспертиза, которой мы подвергли осколок кости, найденной нами в пещерах летающих монахов, подтверждает рассказы старого ламы. Палеоантрополог Александр Белов, исследовавший осколок кости, поначалу был убежден, что это фрагмент скелета обычного человека. Я считаю, что вот эта ровная поверхность ее, она может как раз прилежать к той большой берцовой кости. И по сути дела является таким артефактом. Но изучив структуру костной ткани и параметры обломка, эксперт пришел к выводу, что этот осколок является частью человеческого скелета весьма необычных размеров. Рост его обладателя мог доходить до 4 метров. Рост должен быть 2,40. Это много. Мы имеем с популяцией гигантов. Неужели таинственные летающие монахи не только владели даром левитации, но и выглядели значительно больше любого из жителей Земли. А такими способностями и параметрами обладали только атланты. Экспедиция программы тайны мира находится в одном шаге от цели нашего путешествия. Мы прошли 150 километров пути по непроходимым тропам, преодолели кольцо неприступных скал через гибельный перевал Багала и достигли долины Рингмо. Здесь на озере Паксундо за вторым горным кольцом находится вход в таинственную страну Шамбалу. Так говорит древняя карта, которую мы получили от монахов монастыря до Тараб в начале нашего путешествия. Лама из озерного монастыря Цова Гумпа расшифровывает нам древний манускрипт. Оказывается, что внутренняя цепь гор, за которой лежит Шамбала, находится не на поверхности, а под долиной Рингмо. На глубине, сравнимой с высотой Гималайских гор. Единственный путь, который ведет туда, лежит в водах священного озера Паксундо. Вы преодолели трудный путь. Вы единственный из белых людей, кто перешел через перевал Багала. Поэтому я открою вам тайну, где находится Шамбала. Простым смертным нет дороги в легендарную страну, утверждает лама Самбхоте. Чтобы попасть в саму Шамбалу, нужно достичь дна озера. На дне озера горный хребет, за хребтом Великая пропасть. Вы готовы к такому походу? На моей памяти 24 путника сказали, что готовы, но ни один из них не вернулся. Конец времен не за горами, говорит Масадева Самбхоте. И тогда обитатели таинственной страны сами выйдут к людям. Все секреты Шамбалы будут раскрыты. Не нужно торопить время. Скоро мы все предстанем предельцом богов. Они в последний час этого мира покинут пределы Шамбалы. Только им дано решать, кто из нас достоин обители бессмертных. Мы лишь прикоснулись к разгадке этой тайны. Ворота в Шамбалу, как утверждают древние легенды, открываются только в одну сторону. Поэтому побывать в Шамбале и вернуться из нее невозможно. в Шамбалу.